Здравствуйте, дорогая церковь! Меня зовут Лена. Это мой супруг Олег и мой сын, наш сын Михаил. Два года назад мы встретились с Олегом, поженились и очень сильно хотели детей. Сразу хотели детей, но где-то год, в течение года у нас не получалось забеременеть. Через год у нас получилось, чему мы очень обрадовались, мы очень ждали появления нашего ребенка. Когда мне сделали первое УЗИ, сразу же поставили диагноз угрозу, патология, центральное предлежание плаценты. То есть врачи мне сразу сказали, что в течение беременности мне нужно не беспокоиться, чтобы не было никаких стрессов, побольше лежать, сохраняться. И что вторую половину беременности я буду лежать в больнице на сохранение. Что это очень серьезная ситуация, и рожать я буду только через кисарево сечение. Это такой диагноз, что если начинается малейшая родовая деятельность, то, как правило, идет отслойка плаценты и кровотечение. И они не могут сказать, за минуту человек истечет кровью, или будет какой-то шанс вообще выжить. Маме и ребенку так же само. В 2000 году мне поставили диагноз гепатит С. То есть я употребляла наркотики и приобрела этот вирус. Забеременев, у меня было центральное предлежание гепатит С. То есть это все усиливало. Когда я узнала этот диагноз, естественно, мне стало страшно. Этот диагноз, ну, то есть он постоянно звучал в моей голове. То есть о том, что в любой момент мы можем потерять ребенка, либо угроза ее жизни, если там вдруг, когда ребенок начинал играться в животе, он мог, ну, ногами прорвать плаценту, и кровотечение началось. И угроза ее жизни. Бог мне дал семью, Бог мне дал все. И я очень боялся потерять и жену, и ребенка. Я молилась Богу. Я молилась, я говорила Богу, что я верю, что Он совершает чудеса. Я верю, что Иисус исцеляет. Я давала место чуду. Кесарево сечение делают в 37 недель. Это, ну, получается, не совсем доношенный ребенок. А в Библии есть такое место. Вот я им молилась, что Бог сказал, что не будет преждевременно рождающих и бесплодных в земле моей. И у меня всегда был выбор, когда я еще пою в хоре. У меня всегда был выбор. Вот когда шла репетиция, когда было время служения, то есть остаться дома, послушать врачей, потому что мне реально надо было, да, вот врачи говорили, что мне нужно было почти все время лежать. Но я всегда шла на служение, не пропустила ни одного служения. Я славила Бога. Я понимала, что в Его присутствии со мной не может ничего произойти плохого. Когда мы поехали на молитву в Днепропетровск 17 апреля, после Пасхи сразу, на стадионе, я молился и принимал участие во всей этой молитве, в этом мероприятии. Когда Андрей Георгиевич молился и говорил, что сейчас исцеляются какие-то болезни, я даже не слушал о болезнях, я просто мысленно представлял в этот момент свою жену. Я понял, что что-то происходит в этот момент, что, ну, может, осознавать я не мог сильно, да, но я понимал, что Бог, Он отвечает на наши молитвы, Бог, Он верный, и мы служим, и я знаю, что у нас будет все хорошо. То есть у меня мир пришел на сердце. 17 апреля была молитва, мне очень сильно хотелось присутствовать там. Ну, я знала, что будет прямой эфир. Ровно два часа я включила, но, увы, этого не произошло. То есть телефон отказывался показывать мне прямой эфир. То есть где-то в пять часов у меня включился прямой эфир, и включился как раз в тот момент, когда Андрей Георгиевич, он показал пальцем в экран и сказал, сейчас кто-то смотрит в прямом эфире и получает свое исцеление. Исцели! В это же мгновение я попала в такое присутствие Божье. Я понимала, что я попала в присутствие, которое было на стадионе. То есть я встала на колени и начала Бога благодарить. Благодарить за то, чтобы Он меня исцелил. Вот. И в этот момент я думала о том, что у меня еще и гепатит С. И я подумала, что я обязательно пойду проверить. То есть дам анализ. И я верила, у меня не было ни капли сомнений в том, что я получила исцеление. Она мне начала звонить, говорит, я исцелилась, я исцелилась, я буду сама рожать, ребенок сам родится, будет доношенный. На 21 апреля у меня была назначена плановая операция, кесарево сечение. Такие операции делают самые лучшие специалисты. Это очень сложная операция, которая, как врачи говорили, они не дают никакой гарантии. То есть и сами врачи, они вот говорили, чем сложность всей этой ситуации, то, что центральное предлежание, то, что никто не знает, как операция закончится. То есть это не зависит от врачей. И они не знают, насколько будет кровопотеря. То есть, ну, и это большой риск для жизни и мамы, и ребенка. Специалист по УЗИ сказала, что она не видит никакого центрального предлежания. Врачи начали бегать, там, то есть собирать консилиумы тут же, прям на ходу. То есть они сами не знали, что делать. Они начали смотреть. То есть центрального предлежания нет. УЗИ показало, что у него нету предлежания, что плацента, она поднялась и ушла, ну, вверх, так, как она должна стоять. То есть она даже не так быстро не могла ничего, даже при хороших любых обстоятельствах, она не могла подняться настолько, ну, не просто сдвинулась на какой-то там сантиметр или миллиметр в сторону, а ушла вообще. В заведующей патологии он мне говорит, ты понимаешь, что произошло? Говорит, так не бывает. Я говорю, я знаю, говорю, меня Бог исцелил. Он говорит, ну, наверное, это правда, потому что, говорит, я такого ни разу не встречал, чтобы на таком сроке плацента мигрировала. И по УЗИ просто видно, что 17 апреля она начала мигрировать, она начала подниматься. И мне врачи посоветовали, потому что они понимали, что, они так и сказали, вы у нас странный пациент, у вас центрального предлежания нету, так что пойдите сдайте анализ на гепатит. Я сдала анализ, и он показал, что гепатита С у меня нету. Так же самое, как центрального предлежания. Перед родами был осмотр, присутствовали несколько врачей на нем. И когда я зашла в мой заведующий патологии, где я находилась, он говорит, это наша Лена, которая поступила сюда с несколькими серьезными диагнозами. То сейчас она идет сама рожать, у нее нет гепатита С. И он за меня засвидетельствовал другим врачам, сказал, что она ходит, она молилась и верит в Бога, Бог ее исцелил. 3 мая я родила сына, сама родила замечательно, роды проходили очень хорошо. Родила богатыря 4-100, вот, без осложнений. Я зашел и увидел своего сына и жену, лежащую рядом. И все, я просто, я не мог даже передать свои ощущения, что происходило в моей жизни. Потому что, ну, я так его долго ждал. И, ну, я реально понимал, что чудо. Я начал сразу всем звонить, сразу говорить, что все, потому что все молились за это. Что родился, все нормально, все успешно. И, то есть, все исполнилось, что Бог верный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова